В нашем эфире Алексей Ежак, заведующий отделом Национального института стратегических исследований. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Итак, 29 лет назад мы присоединились к договору о нераспространении ядерного оружия и обнулили весь свой, доставшийся в наследство от СССР, ядерный арсенал в обмен на гарантии по Будапештскому меморандуму. Америка, Великобритания и Россия брали на себя обязательство уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины, воздерживаться от угроз или применения силы и экономического давления, а в случае каких-либо угроз Украине с применением ядерного оружия требовать от Совета безопасности ООН незамедлительных действий. И ровно спустя 20 лет после подписания Россия все это забыла и нарушила. Аннексия Крыма, агрессия на Донбассе, потом полномасштабная война с Украиной и бесконечной ядерной угрозой и нашей стране, и всему миру. Что бы вы, Алексей, рекомендовали Леониду Даниловичу Кравчуку, первому президенту Украины, который подписывал все эти документы, Леониду Макаровичу, который подписывал все эти документы и отказался от ядерного оружия, если бы вы сквозь время сейчас могли переместиться в 1994 год? Ну, в принципе, я уже был в этой системе, которая разрабатывала разные предложения, велись дискуссии, я много чего читал из тех дискуссий, которые были. Ну, я скажу, что Кравчук, в общем-то, сделал, он делал консенсусное решение, он ничего не делал такого, чтобы выходило за рамки какого-то общего консенсуса. И, к сожалению, надо сказать, что такая картина, которая сейчас проглядывает, что вот были люди, которые говорили нельзя, ну, были люди, которые говорили, надо оставить на дольше, были разные варианты, либо вообще оставить, либо на дольше оставить. Но так, чтобы кто-то один, злодей, сказал, что нет, давайте все отдадим, я бы... это неправильно. В принципе, никто не был готов, я считаю, в тот момент принять на себя такую ответственность и вести Украину к ядерному статусу. Кстати, Кравчук, он очень резко менял свои позиции, я напомню, что... и, в принципе, менял в сторону вот этого консенсуса. Его первоначальная позиция была такая, как была записана в декларации про суверенитет и безядерные принципы. Он сначала придерживался той точки зрения, что ядерное оружие, наоборот, оно не играет... оно держит нас вместе с Россией, оно привязывает нас к России, не неся никаких дополнительных защит и безопасности. Вот это, в принципе, была такая существенная позиция части патриотических сил в Украине перед распадом Советского Союза. Кравчук этого придерживался, но когда ему объяснили, что это, в конце концов, не только безопасность, но и майно, это гроши, майно, это много чего, он резко изменил свою позицию, он сказал, что мы не можем отдать это оружие без каких-то существенных компенсаций, в смысле безопасности и политики. Но если в целом говорить, вот были основные силы в тот момент, ну, понятно, были политики, Леонид Кравчук, было какое-то политическое стеближение, на Пуховная Рада, были военные, была промышленность. Так вот, в тех дискуссиях, которые тогда были, военные не готовы были сказать, да, выступали многие военные за то, чтобы оставить ядерное оружие, но они не готовы были написать доктрину использования ядерного оружия, они не готовы были сказать, как его использовать. И все их идеи сводились к тому, что как-нибудь по тем же целям, которые были, а те цели, которые были, это Соединенные Штаты, ну, Европа меньше, но Соединенные Штаты, никто не готов был среди наших военных, как бы сейчас ни говорили, сказать, что Россия наша новая цель, и никто не готов был сказать это открыто, и сказать, что мы будем использовать ядерное оружие против России. На тот момент этого не было. Но, смотрите, Алексей, что примечательно, этого не было, но было тогда уже опасение, что Россия не сдержит слово. Об этом рассказывал генерал Маломуш, действительно, он говорил, что украинские военные просили Кравчука, просили Верховную Раду оставить ядерное оружие, хотя бы часть, чтобы защититься от возможной угрозы со стороны России. И тогда и разведка, и в СБУ предполагали, что такая агрессия со стороны России вполне возможна. Об этом рассказывал тогда экс-руководитель службы внешней разведки Николай Маломуш. Он сказал, что действительно велась огромная дискуссия по этому вопросу, и было большое давление со стороны США, со стороны России, других стран, так называемого ядерного клуба. И украинские чиновники обещали, что не будут однозначно поддерживать. Но работа велась персонально, персонально с каждым, и на каждого оказывалось давление. Это... Давление было... Да, действительно, это правда, давление было, и со стороны России было давление. Но со стороны России были две идеи, и россияне, это тоже рассказывают наши военные, они выходили с той идеей, давайте вы оставите часть своего оружия, но под нашим контролем. И именно это, вот когда говорят, что это давало какую-то гарантию в военной среде в Украине, это вот именно был тот вариант, который считался какой-то гарантией. Пока есть ядерное оружие, просто есть, даже под российским контролем, это дает, исключает какие-то войны. Вот была такая идея. Другая идея была в том, что надо, ну не идея, а давление, вы правильно сказали. И в ответ на это давление было понимание, что можно превратиться в то, в чем является сейчас Северная Корея. Да, у Северной Кореи есть ядерное оружие. Но хорошо ли от этого или плохо, ну тоже невозможно сказать. И что обеспечивает безопасность Северной Кореи, ядерное оружие или геополитические факторы, просто то, что никто не хочет взять на себя ответственность за эту страну, если она попадет в войну. Ну вот, тогда это мне было видно. И кроме того, был очень важный фактор. Все-таки Россия один раз уважила территориальную целостность Украины. Напомню, что когда в 93-м году была Мешковщина, 92-93-й год был такой президент Крыма, когда они начали говорить, что они независимые, голосуют за независимость. Очень эффективные спецоперации, в которой, мне кажется, принимал участие генерал Маломуш. Это было все очень быстро ликвидировано. И Россия даже не пикнула. Она просто забрала этого Мешкова в Москву. И, в принципе, для Соединенных Штатов, для других наших партнеров это тоже было такое... Ну, смотрите, Россия же уважает ваш суверенитет. Другое дело, что они уважали его ровно 10 лет, пока была в силе сделка, ну, у них была своя ядерная сделка с Соединенными Штатами о переработке рожейного урана в ядерное топливо. Вот она закончилась в 2014 году, 20 лет даже, да, 20 лет. В 2014 году она закончилась и начали, в общем-то, вести себя по-другому. Но тогда, я думаю, все-таки, кроме одной небольшого эпизода, где была подпасовка при голосовании Верховной ради относительно гарантии, так называемых, все понимали, наша исполнительная власть и, я думаю, Леонид Крабчилки, все понимали, что это не гарантии. Но, тем не менее, согласились считать это гарантиями и выполнением того условия, которое вы зачитали, что после предоставления. Вот, согласились это считать. Но это, я думаю, единственная была такая крупная подпасовка. В принципе, в остальном, ну, это был все-таки скорее консенсус. Хотя, конечно, если посмотреть назад, то, ну, наверное, можно было бы что-то сделать по-другому. Я думаю, наиболее разумное предложение, которое тогда звучало из альтернативных, оно состояло в том, что ядерное оружие надо сокращать постепенно так, чтобы оно выходило, ну, не так, как вывезли в 16-м, где-то в 96-м году все вывезли уже, включая сарфегическое, а потом ракеты до 2000, где-то первого-второго года ликвидировали. Вот, была такая идея, что растянуть этот процесс вывода так, чтобы, ну, минимизировать риски. Ну, сделали как сделали. Я считаю, что тогда невозможно было все это предвидеть, то, что сейчас происходило, и угроза превратиться в Северную Корею была. Скажите, а что у нас тогда было? Что нам досталось? Каким ядерным арсеналом владела Украина? Что в итоге вывезли, что в итоге утилизировали в кратчайше? Ну, я думаю... Можно сравнить с теми запасами, которые есть, не знаю, у России сейчас, например? Да, да, можно сравнить сейчас, вот у нас было столько, сколько сейчас у России всего осталось. Ну, примерно. То есть, Украина, если бы не отдала, могла бы быть сейчас крупнейшей ядерной державой? Да. Но что бы мы с этим делали? По крайней мере, мы бы сейчас не воевали с Россией, я думаю. Ну, как сказать, но угроза, то, что я сказал, превратиться в Северную Корею, она была высока. Я думаю, вот наибольшую жертву, которую Украина сделала, это не то, что даже отдали ядерное оружие, которое не полностью контролировалось. Я напомню, что вот из того, что было, я думаю, наиболее точные цифры назвал Ющенко где-то в 2009 году, вот такие официальные цифры были названы, что было, ну, 2000, скажем, примерно 2500 стратегических боеприпасов и 2500 тактических, но надо понимать, что не все было развернуто. Развернуто было только на ракетах стратегических, ну, наверное, треть этого объема была, там, 1000 с чем-то была развернуто, все остальное было на складах, на центральных складах. Вот с этих центральных складов россияне даже в первые месяцы уже независимости, пока еще не полностью контролировалась, ну, не полностью контролировалась система безопасности, они тактическое ядерное оружие просто вывезли самолетами, потому что подразделения 12-го ГУМО, они не контролировались со стороны Украины, они просто вывезли. Стратегическое оружие нельзя было так вывезти, потому что оно находилось на ракетах, а РВСН приняли присягу, и нельзя было так вывезти. Вот по поводу вот этого была такая тяжелая дискуссия, но то, что было на складах, они, россияне, довольно быстро вывезли. Для этого всего я сказал, оно не все контролировалось одинаково, но было примерно вот те пять тысяч, которые сейчас приблизительно есть в России и Соединенных Штатах. поровну. Ясно. Так. Ну, история не имеет сослагательного наклонения, да, уже что случилось, то и имеем на данный момент. И теперь другая тема. Давайте обсудим итог встречи, четырехчасовой встречи Джо Байдена и Си Дзиньпина. Интересно ваше, Алексей, мнение. Глава Белого дома сказал, что это были одни из самых конструктивных и продуктивных дискуссий, которые были между ними когда-либо и был достигнут значительный прогресс. Ну да. Очень похоже на то, что сейчас то, что мы видим между Китаем и Соединенными Штатами, очень напоминает определенные периоды холодной войны между Советским Союзом и Китаем, но более пока конструктивная. И в этом противостоянии были периоды разрядки, были периоды напряженности. Сейчас мы видим период разрядки. Все-таки это очень важно, что Си Дзиньпинь приехал в Соединенные Штаты, приехал со всеми, может это не литературно, со всеми понтами, со всеми этими встречами, со всеми флажками, очень торжественно, с большим уважением. Для Китая это очень важно, что они им уделяли все знаки внимания. Несмотря на то, что Китай сделал такой важный сигнал недовольства, он перед самой этой встречей прекратил программу передачи пантов. Вот знаете, так как Россия продает газ, для них это очень важно, вот как знак такого, знак какого-то особого расположения и особых партнерств. Так Китай раздает панд тем странам, которые ему близки. Вот была такая большая программа в Соединенных Штатах передачи панд и их содержание, обслуживание. Она была прекращена буквально несколько недель назад перед этой встречей. Тем не менее, сама встреча показала, что стороны нацелены на разрядку прямо сейчас. Никто не хочет сейчас воевать. Там много факторов, но из того, чем довольны Соединенные Штаты, им удалось получить обещание Китая, что не будут компоненты тех наркотиков, которые идут из Китая в Мексику и потом попадают в Соединенные Штаты. Там очень сложные синтетические опиоиды идут. Они не из Китая идут, из Китая идут определенные вещества, которые потом в Латинской Америке перерабатываются и потоком идут Соединенные Штаты. Китай пообещал придавить этот поток. И второе, они все-таки восстановили прямые коммуникации между военными на всех уровнях. И это говорит о том, что никто пока не хочет войны вокруг Тайваня. То есть это идет в этом плане все позитивно. Я не исключаю, что Китай дал какие-то заверения Соединенным Штатам, что Китай не хочет разжигания тех конфликтов, тех войн, которые беспокоят Соединенные Штаты. То есть Ближний Восток и Украина. Я не исключаю. Хотя, наверное, эта часть находилась уже за закрытыми дверями и неизвестно, что они, о чем договорились относительно Ближнего Востока и Украины. Ну, Си Цзиньпин, по крайней мере, его слова действительно прозвучали как-то очень так взвешенно и ответственно. После встречи с Джо Байденом сказал, наше задание эффективно решать все спорные моменты, уважать принципы друг друга, сдерживаться от провокаций и вместе нести ответственность. И, кстати, добавил, он сказал, я уверен, в светлом будущем отношений между США и Китаем. Ну, в общем, Китай добился многого, надо сказать. Китай находится в проблемной ситуации. Сейчас уже, как несколько месяцев, начался довольно мощный экономический рост Соединенных Штатов в Западном мире. Показатели очень хорошие и перспективы очень хорошие. У Китая, наоборот, он вокруг нуля колеблется. Все-таки уход западных инвестиций. Это очень плохо для Китая. И его экономика очень страдает. И больше экономического чуда, возможно, не будет. Тем не менее, Китай сумел добиться признания того, что никакой глобальной деревни Фукеямы, которая будет такой демократической и равномерной, лишенной идеологии, не будет. Будет все-таки западный мир. Может, еще какой-то мир. Ну и будет китайский мир. Вот этот китайский мир будет существовать. И Соединенные Штаты намекнули, что они не собираются с ним воевать, с этим китайским миром. Ну, кроме некоторых сложных вопросов, которые касаются союзников Соединенных Штатов и конкретно Тайваня. Ну, я думаю, тут с Тайванем более-менее складывается благоприятная ситуация в том плане, что там к власти на Тайване идут силы, которые, в общем-то, ровно относятся к Китаю и не исключают такой перспективы будущей реинтеграции. Поэтому, я думаю, у Китая уменьшилось количество вот этих факторов раздражения. И в выходе в целом, эта встреча очень мила. Очень мила. Если бы опять не какая-то вот эти слова про диктатора, не знаю, то ли правда, то ли провокация какая-то. Я не слышал, о чем речь. Ну, якобы Байдена спросили, вы по-прежнему считаете Си Цзиньпина диктатором? Он сказал, ну да, потому что он возглавляет коммунистическую державу и так далее. И уже, значит, МЗС Китая возмутился, назвал, что это, значит... Это он не диктатор, он глава. Это демократический... Это не диктатура, а демократический централизм, как это официально называется в коммунистической доктрине. Ну, в принципе, я думаю, слова важны. Они важнее для Китая, чем для Соединенных Штатов, потому что часто переводы, очень такие переводы, которые по-разному воспринимаются в разных странах. Ну, пока что не похоже, чтобы это как-то испортило эту благостную картину, которая очень напоминает период разрядки, когда Брежнев ездил, встречался с американскими президентами советские, да, и подписывали разные договора о ограничении, первые договора об ограничении вооружения, и создавали ОБСЕ тогда, тогда еще СБСЕ. То есть, ну, с другой стороны, надо посмотреть дальше. В конце концов, если действительно в Соединенные Штаты уменьшится поток этих синтетических опиоидов в Сусилодинской Америке, это значит, что стену не надо строить такой высоты. Если мы увидим, что Иран и Россия умерили свой пыл относительно разжигания конфликта на Ближнем Востоке, и если мы увидим, что... КНДР перестанет вооружаться, да, со стороны России. Да, это, кстати, тоже очень важный фактор, потому что очень трудно представить, чтобы тот миллион, о котором говорят боеприпасов из КНДР в Россию, чтобы это было без разрешения Китая. То есть, это не могло пройти мимо Китая. То есть, они сделали какой-то кивок. Но вот если это станет понятно, что это изменилось, в ответ, если Китай увидит, что новых визитов американских еще... Ну, не повторится визит Нэнси Пелоси на Тайвань, вот если таких вот не будет, но это мы увидим. Я думаю, в конце концов, это тоже очень сильно зависит от того, от риторики Китая в отношении Тайваня. То есть, если это все уменьшится, риторика Китая в отношении Тайваня, уменьшится прыть Ирана и России в отношении Израиля и Украины, если уменьшится поток опилоидов синтетических в Соединенные Штаты, ну, это будет говорить, что соглашение каким-то образом соблюдается. Что ж, будем ждать благоприятного развития событий. Спасибо за ваш анализ обстановки. Алексей Ежак был в нашем эфире, заведующий отделом Национального института стратегических исследований. Спасибо, до свидания.